Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективная и достоверная в программе «В центре внимания». Представляем вашему вниманию программу IWPR, радиоинститута по освещению войны и мира. Здравствуйте, у микрофона Мери Масаналы. В 2015 году в Кыргызстане Министерством труда, миграции и молодежи Кыргызской республики был выдан статус беженца только для пяти человек. Но каждый год в министерство обращается около 300 человек для получения статуса. В Кыргызстан в основном приезжают беженцы из Афганистана, Ирана, стран Центральной Азии. В связи с имеющими место событиями на Украине и Сирии, в последние годы также увеличилось количество обращающихся беженцев из этих стран. Али, наш герой, свой рассказ начал с того, как он приехал в Кыргызстан в далеком 1988 году и поступил в авиационное училище в Канте. Позже, после развала Советского Союза, когда началась война в Афганистане, он вынужден был остаться здесь. В Кыргызстане поначалу 4-5 лет он жил без каких-либо документов, никак не мог прижиться, уезжал жить в соседний Таджикистан, Казахстан. Но в конце концов своим постоянным пристанищем выбрал все же Кыргызстан. Я сам не знаю, почему меня сюда тянет. Я-то где, как-то сказать, больше своей половины жизни в Кыргызстане. Был в Таджикистане, но там люди, не знаю, никак не собрались. Вот здесь-то люди, по-моему, как сказать, добрые, госеприемные. Я вот до тех пор, 25 лет, я ничего, обиды не видел от них. Есть, но не говоришь, что в каждой нас есть хорошие и плохие. Но здесь больше хороших я много видел. Али получил статус беженца только в 2005 году. Сейчас у него семья, любимая супруга, которая всегда и во всем поддерживает его, и дочка, которая учится уже во втором классе. У Али даже имеется своя торговая точка в одном из крупных рынков Бишкека. Несмотря на то, что он еще скучает по своей родине, он все же не хотел бы, чтобы детство его дочери было похожим на его детство. Он отмечает, что нет надежды, что в ближайшие 10-20 лет ситуация в Афганистане может измениться, а потому и вернуться туда будет очень сложно. Вот, например, у нас эта война началась в 79-м году. И до сих пор эта война идет, идет. Я в свое детство даже не понял, как я вырос, что там получилось. Может, до 4-го класса я немножко вспомнил, что там тишина была. После этого я вообще не понял, как или что там было. Самые несчастные люди, вот это, беженцы. Никому не хочется куда-то в другое место жить. Своя страна под слов или бедные живешь. По информации Министерства миграции, на 1 сентября 2015 года в Кыргызстане насчитывается 183 иностранных граждан, получившие статус беженца. 114 из них приехавшие из Афганистана. 60 беженцы из Сирии. Остальные 9 человек из других стран, где общественная ситуация неспокойная. Кроме этого, много заявлений от иностранных граждан, ищущих убежище, в настоящее время находятся на рассмотрении. Из 164 иностранных граждан, которые обратились по вопросу убежища, 82 из Исламской республики Иран, 7 из Сирии. Остальные граждане из стран дальнего и ближнего зарубежья. Как отмечает сотрудник министерства, работающий в отделе по вопросам беженцев, Базаркуль Керимбаева, в текущем году правительство Кыргызстана признало беженцами только 5 человек, и им вручены соответствующие свидетельства. Получить статус беженца очень сложно. Он включает следующую процедуру. К нам прибывают еще верши, подают ходатайство, они проходят регистрацию, мы регистрируем ходатайство, потом проводим процедуру определения статуса беженца. Процедура определения статуса беженца включает в себя проведение собеседований, проверку данных, которые они предоставляют. Мы собираем информацию о стране происхождения, все это вот комплектуем, и пишется большое заключение мотивированное, а по результатам этого заключения принимается решение. Говорит она. Базаркуль Керимбаева также отмечает, что в Кыргызстане работа с беженцами осуществляется на основе двух документов – закона о статусе беженцев и положения о работе с беженцами в Кыргызской республике. Кыргызстан стал членом конвенции ООН о беженцах в 1996 году, и выше указанные два документа полностью соответствуют данной конвенции. По информации Министерства миграции, каждый год в Кыргызстан приезжает около 300 иностранных граждан и обращается за убежищем, но не у всех она удовлетворяется. У нас год где-то прибывает, возможно, от 200 до 300 человек. И из них, если мы даем статус беженца, самое много – 10-20 человек. Всем отказываем, потому что основная масса людей, которые прибывают, это граждане Афганистана, которые прибывают для транзита, используют наши страны в качестве транзита и для выезда в Европу. Или приезжают сюда работать. Поэтому основная, очень малая обоснованная ходатай. Говорит она. На сегодняшний день численность людей, получивших статус беженца, и тех, кто подал заявление, насчитывается 423 человек. В Кыргызстане с беженцами работает не только Министерство миграции, но и Верховный комиссариат ООН по делам беженцев. Граждане, которые не могут получить статус беженца, обратившись в Министерство миграции, обращаются в офис этой международной организации. Те лица, которые мы считаем подпадают под критерии беженцев, это только наше мнение. С точки зрения государства они беженцами не являются. Кондиционными беженцами. Они признают нашу компетенцию работать в этом направлении, помогать этим лицам. И вот тот документ, который мы выдаем, подтверждает то, что мы приняли такое решение. С точки зрения государства это не является документом, подтверждающим для них государственный статус беженца. Поскольку у них есть собственная процедура. Я бы сказал, что Кыргызстан на самом деле достаточно позитивно относится к этой категории лиц. Мы не видели случаев, когда эти лица были бы депортированы, возвращены в ту страну, откуда они прибыли. В этом смысле нарушение Конденции 1951 года о защите беженцев от принудительного возвращения в страну происхождения нарушения нет. Поэтому я считаю, что нужно выразить благодарность Кыргызстану за это. За то, что они допускают нахождение относительно небольшого количества людей на их территории без этого государственного статуса. Сказал представитель Верховного комиссариата ООН в Кыргызстане. В стране также есть неправительственные организации, которые оказывают правовую помощь беженцам. Одна из них – правовая клиника «Аделет». В этом году в эту клинику обратились 75 иностранных граждан за правовую помощью. Но не все обращения связаны с получением статуса. Например, беженцы обращаются к ним в основном в связи с незаконными действиями по отношению к ним сотрудников милиции. Немало фактов, когда милиционеры останавливают проверять документы или возбуждают уголовные дела в отношении беженцев, которые приехали просить убежище. Но пока еще не получили статус. Стало быть, не имеют каких-либо прав. На сегодняшний день я считаю, что Министерство по миграции и ОВКБ в Кыргызской республике ведут достаточную работу по работе с беженцами. Также можно сказать, что процедура определения статуса беженца со стороны Министерства проводится эффективно. Относительно жалоб со стороны беженцев и лиц, ищущих убежище, это касается вопроса разрешения на работу. То есть, в соответствии с законом Кыргызской республики о беженцах, лица, ищущие убежище до окончания процедуры по определению статуса беженца, они находятся в таком положении, как лицо, ищущие убежище, и не имеют права соответствовать законам работы. Чтобы они могли вести свою трудовую деятельность в соответствии с законом, они должны дополнительно получать разрешение на работу. Но, однако, на сегодняшний день разрешение на работу они не могут получить из-за того, что у кого-то из них нет паспорта, либо если они имеют паспорт, то им трудно получить рабочую визу. Соответственно, данное недовольство связано только с трудовой деятельностью со стороны лиц, ищущих убежище. Рассказал Тимур Султанов, сотрудник отдела по работе с беженцами правовой клиники Адилет. Он также отмечает, что сложно сказать, что в Кыргызстане полностью соблюдается права беженцев. На сегодняшний день нельзя с уверенностью сказать, что все права беженцев и лиц, ищущих убежище соблюдаются. Так как я выше говорил, уже в связи с отсутствием их права работать в соответствии с законом, они вынуждены работать нелегально и сталкиваются с давлением со стороны сотрудников правоохранительных органов, которые приходят, накладывают какой-либо штраф. В некоторых случаях и беженцы, и лиц, ищущих убежище вынуждены оплачивать взятку за то, чтобы их не штрафовали, не составляли протоколы. По данному случаям они к нам обращаются с соответствующим заявлением. В данном направлении работы мы оказываем юридическую помощь. Также мы ведем разъяснительную работу среди сотрудников правоохранительных органов, где разъясняем права беженцев и лиц, ищущих убежища, кто из них имеет право работать, а кто из них не имеет права работать, и что нужно получать дополнительное решение на работу. В Кыргызстан за убежищем приезжают не только граждане тех стран, где идет война или сложилась нестабильная обстановка. Среди них есть также граждане соседних стран, которые ищут политическое убежище. По мнению некоторых аналитиков, в Кыргызстане нет гарантий для безопасности таких беженцев. В мире ежегодно по разным причинам – расы, религиозным, гражданским, политическим – тысячу людей вынуждены покидать места, где они родились и выросли, и просить убежища в других странах. Еще больше тех, кто становится беженцами из-за войн в их странах. Только из одной Сирии из-за событий в этой стране стали беженцами более 4 миллионов человек. Война является одним из основных причин, в результате которого жители страны превращаются в беженцев. Как можно на этой войне жить? Люди в Сирии, как творится, дети погибают по дороге. Это не из хорошего жизни, чтобы они отсюда уезжали. Просто люди там, надо с уважением относиться. Говорит наш герой Али. Он отмечает, что для тех, кто получил статус беженца, следующим шагом является получение гражданства. Вот у нас единственная проблема с гражданством, что у нас гражданства нет. Мы никуда не можем ехать за границу, ход Казахстан, ход до России, куда-нибудь. Вот у нас проблема только с паспортами, что они непонятны. Там бумаги лежат на белом доме, там собирают вот так, через год потом говорят, это не хватает, это не хватает. Вот так же бегаем по стране, и ничего там, результата из этого нет. Со времен обретения Кыргызстаном суверенитета, время, когда наблюдался большой наплыв беженцев, приходится на середине 90-х годов. В результате гражданской войны в Таджикистане в Кыргызстан приехало около 20 тысяч беженцев, но с установлением стабильности в соседней стране они вернулись на родину. Позже, в 2005 году, в Узбекистане имело место антижанские события. В Кыргызстан приехало тысяча людей с поиска убежища. Позже они были направлены в третьи страны. Материал специально для IWPR подготовила Элеонора Саганда-Кызы. На этом наш выпуск завершается. Журналисты программы IWPR ради Института по освещению войны и мира следят за развитием актуальных событий. Все материалы и репортажи вы можете читать и слушать на сайтах iwpr.net и kabar.asia. Оставайтесь с нами. Мирим Астаналы. Услышимся.